Всем привет, друзья! С вами Константин Кириленко, вы на канале Твой Бас. И сегодня я расскажу, что такое искусственные флажелеты и как их играть на бас-гитаре. У меня уже есть видео про флажелеты на бас-гитаре, но там было про натуральные флажелеты. Если вы не видели это видео, обязательно его посмотрите, там вся самая суть и вся самая база. Но в двух словах я сейчас расскажу, что такое флажелеты, да, вообще. То есть у нас есть струна, она колеблется с определенной частотой. И вот эти колебания мы можем, скажем так, менять прикосновением к определенным ладам. Ну, это законы физики, да, сейчас мы не будем в них вдаваться детально. Просто расскажу, что это нам дает. То есть на определенных ладах бас-гитары у нас есть ноты, ну, вернее, так сказать, точки, к которым мы можем прикасаться. И струна будет звучать по-другому. Вот смотрите, открытая струна звучит вот так. Если я прикоснусь к двенадцатому ладу, здесь важно просто прикоснуться, а не прижать, я получу флажелет октавный. И на разных ладах, на этом ладу, на этом, на этом, на этом, на этом, в том видео подробно опять-таки, у нас есть вот эти вот разные флажелеты, которые дают нам разные ноты. И, собственно, эти ноты мы можем очень классно использовать в своих партиях, они очень разнообразят игру, придают такой шарм определенный, скажем так. То есть на флажелетах может быть построено вообще целое произведение. Например, вот Жака Пасториус, там портрет Тресси, если вы послушаете, очень классная пьеса. И вот там практически все играется на флажелетах. То есть флажелеты такой, как бы, самодостаточный, можно сказать, уже приобретают статус. И с помощью них можно играть очень классные мелодии. Ну, и они дополняют игру тоже. А давайте сегодня поговорим, что же такое искусственные флажелеты. Какой основной принцип? Смотрите, открытая струна, она закреплена здесь порожком. И, собственно, вот она звучит, ну, на первой струне, да, нота соль она звучит. Если я зажимаю на каком-либо ладу ноту, ну, например, там, на втором, я получаю другую ноту, ноту ля. Но вот это зажатие, по сути, я как бы ставлю новый порожек. То есть у нас порожек, вот этот, здесь поставлен, и он дает нам ноту соль. А если я поставлю здесь палец, я как бы делаю, грубо говоря, новый порожек. То есть вот эта часть струны у меня уже как бы не колеблется. У меня колеблется вот эта часть струны. То есть я уменьшаю вот это вот расстояние струны, длину ее, и тем самым звук утончается, так сказать, повышается. Вот. И что такое искусственные флажелеты? Это когда мы берем, то есть натуральные флажелеты, это когда у нас от открытой струны все идет. А искусственные, это когда мы зажимаем какой-либо лад. Например, сейчас второй я зажму. И уже от второго лада, то есть от вот этой вот укороченной струны, у меня идут все взаимоотношения флажелетные, которые были и вот от открытой струны. Да, я сказал, тут есть на двенадцатом ладу октавный флажелет, и там разные другие ноты. Теперь у меня новый порожек, грубо говоря, новая нота. Теперь у меня как будто бы открытая струна стала нота ля. И теперь от этой ноты ля я буду искать флажелеты. Это и называется искусственный. Искусственный, потому что как бы мы создаем искусственным образом вот этот новый порожек. И смотрите, здесь очень часто используются октавные флажелеты. То есть вот смотрите, вот это нота ля. И я должен теперь как-то разделить струну, чтобы найти ее октаву. Это будет где-то вот в этом районе. Здесь уже как бы ладов нет за этой частью грифа, поэтому так четко я попасть не могу. Нужно искать. И вот давайте попробуем поискать. Ну вот где-то она здесь. То есть это октава. Как я извлекаю эти искусственные флажелеты? То есть я прикасаюсь большим пальцем, чуть-чуть буквально прикасаюсь к струне, не сильно, не зажимаю ее. И правой рукой пальцем, первым пальцем или вторым это можно делать, либо первым, либо вторым. Но первым мне удобнее. То есть я извлекаю первым пальцем звук. И получается, что я левой рукой создал новый порожек, то есть искусственный, сделал его искусственный, да? И вот здесь прикасаюсь большим пальцем к струне на нужном расстоянии, чтобы получить октаву. И пальцем, собственно, первым извлекаю звук. Вот исходная нота. А вот ее октава. Таким образом я и получаю вот эти искусственные флажелеты. Существуют разные способы их извлечения. Кто-то указательный палец ставит и вторым извлекает. Мне, честно сказать, так неудобно. Ну, можно и так, но мне удобнее большим. Соответственно, здесь вы можете поискать еще ноты флажелетные. Ну, их прям надо искать. Вот какая-то. То есть надо искать. Я, честно сказать, не искал. Обычно я пользуюсь вот октавными флажелетами в данном случае. Ну, и чаще всего, на самом деле, так это и работает. Хотя, конечно, могут быть абсолютно разные варианты. В том же произведении «Портрет Тресси» Пасториус делает такую штуку. То есть он зажимает здесь на втором ладу третьей струны указательным пальцем. И тянется мизинцем вот до этого лада. Я не могу, у меня растяжки не хватает. То есть он над вот этим ладом ставит как бы флажелет и извлекает звук. И тоже получается искусственный флажелет. То есть вот здесь как бы новый порожек получается. И вот здесь мизинцем он прикасается к этому ладу. И получается звук. Я, к сожалению, не могу это воспроизвести, потому что у меня, еще раз повторю, растяжки не хватает. Это просто физиология. То есть физиологически моей руки не хватает для этого. Но это не повод там расстраиваться или еще что-то. Ну, не получается это сыграть. Получается другое сыграть. Это нормально. Хотелось бы сделать важное объявление, друзья. Совсем скоро, буквально через несколько дней, стартует мой бесплатный трехдневный марафон по бас-гитаре. Там мы обсудим тему, как стать крутым басистом и выучим три очень крутые партии. Первая партия это будет Нирвана, Smells Like Teen Spirit. Потом песня Хоп Хэйла Ла Ла Лэй Леонида Агутина. И Киш, Кукла Колдуна. Очень крутые партии. Мы их досконально разберем. Естественно, там ноты, табы, все будут. И будем обсуждать тему, как стать крутым басистом. Я дам подробные рекомендации и советы на этот счет. Также марафон подразумевает обратную связь. Я буду разбирать ваши партии и давать вам советы, как улучшить вашу игру. Переходите по ссылочкам. Там будет вся подробная информация о этом марафоне. И, собственно, вот сейчас я покажу вам классную партию того же Пасториуса из песни... Ну, вернее, это не песня, это такая композиция. Birdland группы Weather Report. И вот там, как раз-таки во вступлении, Пасториус играет вот этими искусственными фрежилетами мелодию. То есть это же мы можем использовать как и мелодию. И смотрите, мелодия сама по себе, если взять ее как бы вот просто голыми нотами, без флажилет, звучит вот так. Вот такая мелодия. А что делает Пасториус? Он берет вот эти ноты, делает их на октаву выше. Каким образом? Он как раз с использованием вот этих вот искусственных флажилет. Смотрите, я зажимаю вот здесь ноту. Это нота си бемоль. И здесь я ищу ее октаву. Вот она, я ее сразу нашел. Повезло. Вот. И извлекаю звук. Далее у меня нота. Ля. То есть это си бемоль, далее у меня ля в мелодии. И, соответственно, я палец большой чуть-чуть сдвигаю. Чтобы мне получить от ля уже октаву. Дальше опять си бемоль. Мелодия вот у меня. Получается. Вернулись. Дальше на соль. Тут вот не попал. Вот она. Опять, да. Тут на второй струне нота ми. И тоже от нее октава. Соответственно, большой палец надо чуть-чуть сместить. Вот я сыграл эту мелодию. То есть что я делал? Я зажимал здесь эти ноты. И одновременно большой палец смещал на расстояние. Конечно, это им такой, скажем так, проб и ошибок путь. Потому что здесь нет уже ладов. То есть это чисто по ощущениям. Насколько нужно сдвинуть вот этот вот большой палец, чтобы получить октаву. И на самом деле, если послушать внимательно, сам по сторису он тоже там не всегда идеально попадает. Это как бы, ну, нормально. А потом, по-моему, в этой же партии переходит еще на октаву выше. Но тут я уже сам теряюсь. Я тут не смогу это воспроизвести так адекватно. Но давайте вот послушаем, как это звучит. Именно вот эта вот партия с флажелетами. Флажелетами. Еще иногда, да, вместе с флажелетами звучит и оригинальная нота, когда я чуть-чуть не дожимаю. И это тоже, в принципе, нормально. Такой прикольный звук двойной ноты получается. То есть там есть тон и основной ноты, и немножко тонов флажелетного. Вообще, очень классная штука, эти искусственные флажелеты. Их можно применять очень много где, как фишку. Вот Виктор Вутон тоже очень часто это использует. И это звучит всегда очень эффектно. То есть это может быть буквально одна нота где-то в партии. И она будет выбиваться. То есть это же намного выше звук, чем обычно бас-гитары. И так сразу опа. Типа, что произошло? Как будто бы бас зазвучал там. Какая-то флейта как будто, да, зазвучала вместе с басом. Это очень классно. Но вот такая, друзья, тема искусственных флажелет. Она не очень простая. Звукоизвлечение здесь такое достаточно специфическое. Но я уверен, что если вы потренируетесь, у вас все получится. Экспериментируйте, ищите эти флажелеты от разных нот. Главное понимать принцип, который я сегодня объяснил. Друзья, не забывайте подписываться на этот YouTube канал. Конечно же на группу ВК, Telegram, чат, на все мои соцсети. Все ссылочки будут в описании. Всем успехов, пока!